Итак, я приветствую вас, дорогие мои друзья, приветствую постоянных подписчиков и гостей канала. У нас расклад сегодня называется «Загадочный мужчина». Во-первых, это может проигрываться в ситуациях, когда уже знакомы с мужчиной или только познакомились, только познакомились, непонятно, что от него ждать. Если уже знакомы, но не можете понять, что он думает, чувствует, или, например, вам кто-то нравится, и вам бы хотелось узнать его какие-то чувства, мысли, на этом раскладе обязательно посмотрим. Загадывайте человека, о ком будете думать, о ком у нас пойдет. Сейчас речь. Загадывайте себя. Расклад для девочек, для женщин, для девушек. Все мы, девочки, загадывайте, сосредоточьтесь, не забудьте подписаться, поставить лайк и колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Итак, первая у нас, первая карта, это у нас «Какой он человек?», посмотрим, что за личность. Вторая карта, что его тревожит и что происходит в его жизни сейчас. Посмотрим, увидим, узнаем. Третья карта, думает ли он о вас, и если да, то что именно думает, тоже мы сейчас все разберем. Есть ли у него чувства к вам, посмотрим, какие чувства, о чем речь. Будут ли с его стороны действия к вам, тоже посмотрим. Что сейчас мешает открыто заявить о своих чувствах, почему он ведет себя так неоднозначно. Посмотрим на препятствия, на преграды. Стоит ли вам быть настойчивой, проявлять активный интерес, инициативу. Седьмая карта. Восьмая, есть ли в его жизни другая девушка. Девятая, может ли что-то выйти с этим человеком в ближайшем будущем. И десятая карта. Мы получим советы об этом загадочном мужчине. Итак, посмотрим, какой же он человек. Он человек решительный. У него слишком много обязательств. Чувства иногда это не про него. Слишком много бывает контроля у этого человека в жизни. Много обстоятельств, много обязательств, много ответственности. И он может проявляться как закрытый человек. Хотя на самом деле просто не позволяет себе много думать, много чувствовать. Вернее, думать-то позволяет. Позволяет думать, скорее всего, о делах и о заботах, нежели о любви. Он может быть закрытой, темной лошадкой. Вот тут мы видим маску. Человек, который, возможно, не сможет даже позволить открыться или раскрыться. Не может позволить себе любить и быть в любви. В принципе, он человек, который машет мечом, когда надо. Вот он у нас король мечей. Сам он по себе характер такой личности. Может быть, довольно жесткий, строгий человек каких-то, может быть, даже заскорузлых, застарелых традиций и обычаев. Но зато благодаря этим традициям и обычаям выполняются его обязательства. Они, скажем так, его поддерживают. Эти обязательства, вот эти традиции, обычаи. Пусть даже они устаревшие, но рабочие. Это то, что этому человеку помогает жить, выжить, свои обязательства выполнять. Не переживать, не ныть. Этот человек не будет проявлять, возможно, свои эмоции излишни. Потому что обязательства, долг, ответственность у этого человека, возможно, будет превыше всего. Вторая карта, что его тревожит, что происходит сейчас в его жизни. Тут действительно есть тревожность, потому что есть конфликт. Вторая карта нам показывает на конфликтной ситуации, на то, что этот человек находится в конфликте или с окружающими, да, или, возможно, с сам собой и не может решить его. А когда внутренний конфликт не раскрыт, понятно, почему такая скрытность, а когда он раскрывается, он обязательно с какими-то претензиями вылезает по отношению к окружающим. И сейчас вот, скажем так, такой конфликт, может быть, он не настолько острый и, тем не менее, больной. Не хочется выяснять отношения, но приходится. Приходится отставить свои границы. И ему, и ему приходится, возможно, даже нападать, да, на границы других людей, так как он у нас украли мечей. Но, слава Богу, пока все это не заканчивается плачевно. Конфликтом обед по расписанию. Третья карта это думает ли он о вас. И если да, то что именно. Ну, тут вообще-то он думает, но думает, что у вас, возможно, более меркантильные интересы к нему, нежели чувства. Потому что чувства он давно забыл, как они выглядят, как проявляться, как проявлять, как понимать, как распознавать. И думает, что вам что-то от нему нужно. И поэтому он сам не ам и другим не дам. И свои чувства не дает и не раскрывает. Может жадничать, быть жадным, скажем так, на чувства, на проявление эмоций, на любовь. Вроде как я буду проявлять эмоции и чувства, и от меня убудет. Один из страхов такой есть момент. В принципе, он мог бы помогать, но нет урвения с его стороны. То есть человек, который может пожадничать чувством. Человек, который может пожадничать проявлением. И тем более вкладываться в отношения надо не только же чувствами, но и финансами. То есть хочется чувствовать, платье за это. Человек не привык так делать или уже отвык давным-давно. Или действительно у него не было этого. Тут мы не знаем уже в силу его характера. Но вот так характер у него сложился. Вот такие у него обязательства, такие обстоятельства. Такая сила воли, выборы. Я даже больше скажу, состояние выживаемости. Надо выжить любой ценой, любыми средствами, любым путем. Поэтому все мое, мое, все чужое. Может быть, мне и чужого не надо, но мое я точно не отдам. Все вот тут женщины-расхитительницы гробниц, расхитительницы мужских сердец. Ну, скажем так, да. Вот мое сердце. Оно у меня там где-то далеко лежит запрятано. И все мои чувства в этом плане запрятаны. Итак, четвертая карта. Есть ли у него чувства? Чувства могут действительно возникнуть у него. Но мы уже знаем, какая личность, какой характер у этой личности. И понимаем, что он в чувства эти поверит мимолетно или мимоходом. Или эти чувства очень быстро могут пройти. И пока он чувствует, он верит. Но осознанно или неосознанно человек в чувствах предает. Вот как полюбил, так и быстро разлюбил. Так и предал, так и мог измениться или изменить. Это, скажем так, регрессия, откат к прошлому. Что он позволил себя почувствовать. И быстро обжегся. И это было уже не один раз. Поэтому он в эти чувства поверит. Но на некоторое время потом снова поймет, что что-то не то, что-то не так. И действительно идет предательство или измена, или возврат к прошлому. К более стабильному, к более таким традиционным устоям. Где его ничего не тревожит. И в принципе эти чувства могут и не тревожить. Они, возможно, для него излишни в силу его характера. Чувства могут возникнуть. Или они возникают. Но они временные. И пока он рядом с вами, он в них верит. Но как только он отворачивается в какую-нибудь другую сторону. Он верит в нечто другое. И про чувства, про мысли вас может забыть. Забывает. Скажем так, забывается. И речь идет о том, что неосознанно вы можете поверить этому человеку тоже. И неосознанно обмануться. Поэтому это карта еще и предостережения в чувствах. Потому что чувства чувствами, обед по расписанию, кушать хочется всегда. И это временное явление, которое может потом уйти. Никто вам не запрещает наслаждаться чувствами с этим мужчиной. Но вот пока планов, я бы сказала, не стройте. Пока по чувствам нет обязательств. Его обязательства в другой сфере лежат. Этот бы человек взял бы за вас обязательства, вкладывался бы в вас. Тогда да. А так тут поаккуратнее. Итак, пятая карта. Будет ли с его стороны действие? Она показывает, что нет. Если эти действия есть, то они достаточно трансформационные. То ли он уже так награбленно ступался, что перегорел. И у него нет сил, нет мощи. Ну, немощность в этом плане. Эмоциональная немощность. Есть такое понятие, возможно, перегоревшая. Насмотрелся и не хочет, и женщинам не верит. Тут все довольно-таки с одной стороны грустно, с другой стороны он, значит, переживает какую-то свою внутреннюю трансформацию в плане чувств и в плане веры в себя. Да, тут Вселенная будет учить его изменять через этот урок. Но сейчас он не в том состоянии, чтобы проявляться, чтобы что-то делать. Новые дороги, видимо, для него не скоро на любовь откроются. Может быть, даже и не с вами. Что сейчас мешает открыто заявить о своих чувствах? Смотрим. Ну, так-то, в принципе, ничего не мешает. Чувственность есть, эмоции есть. Но они же только его. Ими делиться для него не в правилах. Его амбиции, они могут перекрываться. И, скажем так, то, что он чувствует, он, возможно, больше чувствует свои амбиции и свои какие-то результаты. И они ему приносят больше радости, счастья и пользы, чем чувства к вам. Это не значит, что он прям тот совсем холодный человек, да, чувства есть у него. Но, скажем так, все индивидуально. Вот у него такая индивидуальность. Чувства его могут проявляться к тому, к чему он стремится. И больше его это привлекает. И чувства эти, ну, скажем так, только для него. Он может ими не поделиться. Может проявляться это как забота. Но, в принципе, других препятствий вообще для проявления чувств нет. Если только вы лично у него не спросите об этих чувствах, тогда что-то он вам может, да, поведать. Тут как проблема, одна из проблем может быть, что надо будет как бы выпрашивать, что ли, у него. Мало того, что чувства выпрашивать, так еще о них рассказать. Вы же понимаете, что это не совсем об этом человеке, такие моменты. Седьмая карта. Стоит ли быть настойчивой, проявлять интерес, инициативу? Стоит ли оно того вообще? Стоит ли самой, да, идти в эту инициативу, проявляться, активничать, активный интерес? Действительно ли эта инициатива сработает? Ну, вообще, судя по карте, не особо-то у вас это и получится сделать. Скорее всего, больше получится жить своей жизнью и наблюдать за происходящим. Получится, что вы просто своим состоянием, да, какой-то своей энергией, притягательностью заставите его наблюдать за собой. Вот это можно сделать. Своей энергией, своей жизнью, скажем так, я живу, как живу, и наслаждаюсь жизнью, как есть. И что-то, значит, привлечет, привлекает, да, потому что раз вы наблюдаете, и он наблюдает, наблюдает за вами, иногда, может быть, вспоминает, но это, конечно, о застое, это не о проявлениях. Так, чуть-чуть в душу запали, можно, да, и помечтать, поразмышлять, понаблюдать за этим. То есть, пока это никак сейчас не сработает. Не получится сделать эту инициативу, пока я не вижу результатов, что будет в проявлениях, но могу сказать одно, что если будет нарушена эта идиллия, то и остальное может быть разрушено. Ну, тут еще советуют, естественно, не торопиться по этой карте, стоять на своем. Да, пусть все есть, как есть, зато есть наблюдение, вы наблюдаете за то, как за вами наблюдают. И вы можете также наблюдать. Там человек может и не распознать, что за ним наблюдают, но вот пока все находится в состоянии стабильности. Так, если в его жизни другая девушка, восьмая карта, тут скорее да, чем нет, потому что есть, значит, эмоциональную удовлетворенность в другом месте. Потому что таких много и закрытых карт, и эта эмоциональная удовлетворенность, там тоже, возможно, не очень серьезные отношения. Тем не менее, она есть, и есть эта наполненность и стабильность, которая будет говорить о том, что, может, он из-за этого-то не особо и спешит к вам проявляться. Его устраивает все, как есть. Тут пусть лучше вот так вот. И он наполняется эмоциями, и эмоции наполняет девушку, которая есть. И для него, возможно, сейчас это важнее. Так, девятая карта. Может ли с этим человеком выйти что-то в ближайшем будущем? Но он пока в закрытом состоянии. Ближайшее будущее говорит нет. Он закрывается, не проявляется, наблюдает за вами. Все, что подтверждает, да, эта карта, девятая, говорит только о том, что, ну, скорее нет, чем да. А если что-то будет в ближайшем будущем, то не скоро. Просто потому, что должны произойти какие-то изменения, какие-то обстоятельства, которые повлияют на его решение, чтобы он проявлялся к вам. Потому что сейчас он может что-то почувствовать к вам и быстро охладеть. И забыть вообще навсегда. А вам это не надо. Или удерживать интерес надо. Или, что называется, идти ва-банк отбивать. Ну, нет, не особо. Не особо это получается. Не особо сейчас это и нужно. И пока все карты говорят о том, что не на вашей стороне сейчас. Его ситуация, к тому же, она еще у него и конфликтная, судя по второй карте. Есть какая-то конфликтность. Но и эмоциональная удовлетворенность не с вами. И он закрывается, хоть и он человек такой довольно-таки серьезный, но закрывается. Серьезно, да, относится к своим обязательствам. Если идти в обязательства женщины, то серьезно. Если нет, ну, на нет, суда нет. Лучше он скажет и сделает, чем скажет и не сделает. Он будет хозяином своего слова, своей жизни, своей ответственности. И он понимает, что если уж идти в серьезность, то серьезно. А в несерьезное он не играет. И десятая карта у нас говорит о совете. Ну, я могу вам сказать, что если уж вы уже влюбились, чем-то вам зацепил, этот человек вас чем-то зацепил, как-то вы уже начали влюбляться, то придется этой любовью переболеть. Токсичное состояние есть вот в этом во всем, то, что так нечестно, да, нечестной жизни. А также это токсичное состояние говорит еще о том, что не совсем вы знаете, да, этого человека. Вы действительно наблюдаете, не понимаете его трансформацию. И там его какая-то токсичность тоже может стать препятствием, чтобы вам вместе быть. Поэтому ваши переживания, они как бы зеркалятся от него. И вы его тогда таким образом сможете понять, что там тоже идет какой-то процесс переболивания. Чем-то надо переболеть. Что-то должно пройти, что-то должно произойти. От чего-то и от кого-то надо излечиться. И вам совет такой, ну, не лезть на рожон. Совет говорит о том, что может быть болезненно, но придется отпустить. Для тех, кто не понимает мужчину, ну, хотел бы, чтобы он вернулся и о чем он думает, то тут придется простить, отпустить, болезненно пережить. Или если новое знакомство, то знайте, понимайте, что, может быть, не сейчас или не сегодня с этим мужчиной, а только после того, как все переживания пройдут. Или же совсем отпускайте. В любом случае отпускайте ситуацию, потому что тот, кто нужен, тот к вам сам придет. А тот, кто не нужен, может, он там и будет в этом состоянии, еще года два болеть, переживать. Или вы будете в этом состоянии. А отпущенная ситуация, она всегда дает результаты. Как отпустите, так и освободитесь, и новые в жизни откроете. Не будете отпускать, но будете, значит, перемалывать и думать обо всем этом. Но это вопрос другой. Зачем вам это нужно? Тот, кто должен быть с вами, будет с вами. Итак, я благодарю вас всех за расклад, за то, что были со мной на канале, на этом раскладе. В комментариях пишите, принимаю с благодарностью. Не забудьте поставить лайк, подписаться, колокольчик поставить, чтобы не пропустить мои видео. А я вас жду на личных раскладах и консультациях. Продолжение следует...